приветствую вас друзья на кухне ассорти про еду с вами как всегда виталий сегодня я для вас приготовлю ножки копытца свиные неважно как вы их называете но одни продукт один и тот же как их сегодня приготовлю каким принципам это немножечко такой будет аля китайский рецепт немножко не то что рецепт а немножко такая будет китайская технология короче но из простых продуктов потому что очень многое вижу в комментариях пишут что где достать там соусы какие-то китайские где достать какие-то приправы китайские поэтому я сделаю шикарное вкусное блюдо но без каких-то вот этих вот понтов и наворотов поэтому будет просто с простыми ингредиентами это будет у нас сегодня пиво соевый соус на маслице чтобы это все это обжарить из приправ я всего лишь возьму только острый вот такой вот чили сушеный у меня вот сейчас вот перчик если вы не любите острое не добавляете это черный лавровый листик все просто соль сахар ну и много чеснока потому что это будут такие чесночные чесночные ножки ведь свининка она любит чесночок такой соус короче поехали готовить сейчас капец ведь это бюджетный вариант реально дешево ну у нас например в литве вот по евро копытца да и весь вот этот вот набор будет там ну пиво там все остальное короче наверно пятерочку какую максимум да в евро это не будет ну евро 4 вот максимум вот вся вот это вот где-то 4 откуда на что ну не на что даже это тратит 3 евро короче а блюдо будет обалденно вот здесь лишь полтора килограмма на полтора евро копытка вот есть они сейчас продаются вообще ошпаренные мытые блестящие не на нем нет ничего не волосочка ничего сразу тогда берем и готовить и вот эту часть где я рассказываю про бала-бала-бала как их помыть как и почистить вы просто перематываете и сразу же приступаем приготовлению я же попались мне вот такие вот немножко грязненькие со всякими вот волосинками со всем чем поэтому мы их берем опаливаем и потом хорошо обмываем я для этого блюда беру передние копытца видите передний в них меньше немножечко мясной части но в них намного тоньше косточки если возьмете задние они более таки вытянуты надо было мне взять одно копыта для для показать как она вот задние или передние тех кто вообще свиней не видел и не знает что это такое вот она более вытянутая она длинная вы сразу видите если лежат такие такие вы увидите что длинные из длинных очень хорошо конечно варить холодец какие-то вот бульоны ну вот что-то вот типа такого сразу же горячая ложу в теплую водичку и начинаю вот так вот видите вот так вот это все это дело так вот соскабливать счет париваю очень хорошо шикарно все 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 снимается эти вся грязь выбираю вот из этих частей и вот так вот очень хорошо 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 видите такой все 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 это ощущаю что нам нужно делать их просто нужно сложить в кастрюльку видите вот так вот произвольно и залить водой видите у них очень много видите сколько у них кровушки залить водой до самого верха и сюда же добавить примерно где-то две столовые ложки уксуса вот так не соли ничего не нужно ставим ее на огонь и снимаем пену и 20 минут варим вот удаляем пену весь процесс обварки нам нужен для того чтобы удалить остатки крови и остатки вот всяких запахов из вот этих вот у нас ножек вкус через 20 минут обваренные ножки мы берем сливаем под холодную воду хорошо промываем и вот у нас получается вот такой вот продукт все остальное видите выпарилась все стало красиво и что теперь с ними делаю я их так как я разрезаю на половину виду ножик видите ровно по середине чуть только он упирается снизу кость я сразу надлом левой вот здесь и перерезаю от этого сухожилия опять же под ногтем это вот под пальчиком прорезали на 2 мили ты тут сухожилия вот так вот перерезали еще раз провернули готовы загоним сковородочку масла примерно грамм 150 насыпаем две столовые ложки примерно сахара вот видите вот она вот сахар начинает уже вот кипеть вот вот у нас в этот вот момент уже все 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 у нас готово и вот сюда осторожно добавляем уже наши копыта осторожно потому что они могут стрелять вот наша задача смотрите видите они уже сразу обливаются карамелью их немножко помешать просто вот именно в этом горячем масле чтобы они вот так вот эти обжарились и можно сказать облились бы этой карамелью ну вот видите вот такая красота вот получается я вот добавляю сюда смесь приправ немножко совсем присаливаю чуть-чуть добавляю примерно 5-6 столовых ложек соевого соуса и добавляю светлое пиво примерно где-то пол-литра вот остальную часть я долью уже водичкой закрываю крышкой и забываю про них примерно на час так пока ножки варятся я приготовлю чеснок а именно его порежу вот можно конечно и выдавить но порезать более крупиночки такие будут более интереснее запах совсем будут отрабатывать по нет и его возьму и меленько порублю и потом вот так но смотрите когда уже шкурка вот она уже смотрите вот она уже мягенькая ведь уже начинает надрываться вот на этом вот этапе видим же мягкие стали у меня это заняло для моих копыт чуть больше чем полтора часа сейчас уже крышку мы снимаем добавляем видите половину вот это вот чеснока и буду уваривать и далеко не отходя буду присматривать за этим всем делом лучше конечно мешать лопаткой ой запах запах уже пошел обалденный запах хочу камера передавала бы это дело вот эти вот листики лаврушки можно уже убрать они нам не нужны они уже свое дело отработали самом конце когда уже бульон стал уже густой и он уже почти как соус добавляем остальной чеснок это значит уже пару минут у нас не пару минут но уже очень скоро будет все это блюдо готово ну вот ребятки смотрите какая красота получается запах стоит просто бомбезный я конечно не буду заострять внимание на то чтобы смотрите как она какая красота как она отстает но заслуга моя конечно не в том чтоб как долго выварить и чтобы она стала вот такой нежная мягкая и вкусно самое главное вкус вот всего рецепта это вкус поэтому если у вас есть какие-то ингредиенты которые вы любите например имбирь или какие-то китайские приправы или вы вообще это не любите вы можете здесь менять как вы только захотите просто дешево просто и очень вкусно вот осталось это попробовать дело запах очень отдаленно немножечко вот такой хлебный конечно чесночный яркий ваше здоровье господа кто-то приготовил а это надо есть руками просто вот так вот разламывая косточки и светолета копаясь извините конечно за эту какую-то вещь но это это я не могу остановиться но ах шикарно блин как это вкусно вот соль к соевый соус пиво создает именно вот такой вот букет и в конце именно с чесночком это получается просто обалденно поэтому огромное спасибо если вы посмотрели это видео правда это зря наверное многие это едят и не пробуют и не знают этого вкуса это правда не зря с этим нужно немножечко поработать самое главное в конце не дать пригореть потому что реально под самым концом эти последние 10-15 минут когда уже жидкость выпаривается нужно чаще помешать вот так что всем всего-всего самого лучшего здоровья мира счастья но самое главное конечно это мира и здоровья до новых встреч они уже очень скоро пока